МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встретим диетолога с нашей постоянной рубрикой в режиме стройности и поговорим о том, что черноморцу могут запретить играть на собственном стадионе. Обо всем об этом в ближайшие два часа в студии для вас работает Никита Тарова. Елена Еремеева, здравствуйте, уважаемые телезрители. И правда, что о украинской декоммунизации еще будут долго говорить, писать важные статьи, наверное, даже когда-нибудь снимут фильм об этом. И некоторые важные моменты войдут в учебники «История Украины». Однако, как эта история творится, мы поговорим прямо сейчас, потому что уже сегодня есть информация о новых эпизодах декоммунизации, как это проходило. Мы, если вы не знаете, обязательно вам расскажем. И поговорим с нашим гостем. Об этом в гостях у нас Артем Карташов, юрист. Здравствуйте. Давайте перед тем, как поговорим, мы все-таки посмотрим, как пытались снять табличку. Пытались декоммунизировать ее, фактически ничего так и не вышло. Давайте посмотрим. По словам коммунальщиков, снимать табличку им поручил департамент городского хозяйства. Ссылаются на протокольные поручения и распоряжения губернатора. Местные жители выступили против действий ЖКС. Просто вандальным способом, ломом вырывали ее всеми возможными способами. Но Котовский не сдался. Не хотел он покидать наше здание. Все ходят к дюку Дерешилье, от Потенкинской лестницы. Так и сюда ходят. Слушают историю. В итоге коммунальщики сбили только полочку для цветов. По словам местных жителей, барельеф крепится на фрагмент армопояса. Если его повредить, может разрушиться стена. В рамках декоммунизации обязательно снимут этот барельеф. Сейчас думают, как сделать так, чтобы не сильно навредить фасаду. Активисты уверены, городская власть не в полной мере исполняет закон о декоммунизации. Помощник одного из нардепов, Олег Семашко, обратился по этому поводу в суд. Еще в начале марта Приморский райсуд постановил удовлетворить иск частично, признав бездействие городской власти. Вопрос о декоммунизации в Одессе остается открытым. Когда состоятся общественные слушания по переименованию улиц, пока неизвестно. Это будет уже третья попытка мэрии отменить так называемый список Саакашвили. Согласно нему, полсотни топонимов должны быть переименованы. Алия Замчинская, Евгений Ячменцев, Думская ТВ. Вот, Артем, мы видим, что, как говорит жительница этого дома, первый раз Котовский не подался. Григорий был крепок, как никогда. И, в общем-то, не справились с ним. Ну, так ли должны справляться? Вот, брать грубый какой-то рабочий элемент и выкорчевывать как пустырник какой-то? Ну, это уже вопрос, знаете, пресловутая хозяйственность детской мэрии. Знаете, вот, пришли, намагались зломом втупу сняти. Ну, я думаю, что это центр места, поэтому тут надо больше, с технической точки зрения, грамотно подходить к этому, но такие, скажем так, потуги мэрии витаемы, конечно, нужно избавляться таких символов, оскільки... Ну, так дом рухнуть может. Ну, не рухнуть, но повредиться, мы видим эти трещины, и же никто потом не будет латать, ничего, все с ним не делать. Ну, насколько я знаю, то демонтировали уже какие-то неведомые люди, подъехали, и это крепление, как и сбоку, там, если посмотреть на зображение, Котовский, вбудованный в доме, с левого боку. Вот, просто спиряли кріпление, сняли дошку и поехали дальше. Дерка залишилась, ну, это уже питание додейской мэрии, вона, значит, балансово отримывается такой будильник. Ну, я думаю, что вистачит фахового бачения, скажем так, для того, чтобы залатать в центр места такую дерочку. Скажите, а нужны вообще воспоминания о Котовском у нас в Одессе? Даже город Котовск, изменили название у города, вот табличка у нас есть, и, в общем-то, есть люди, которые против того, чтобы снимать это, потому что это часть истории. Ну, история никуда не девается. Про Котовского можно будет побачить его в музеях, можно побачить и в подручниках, почитать, что это за людина. Его почитать в мемуаре, которые он в тюрьме писал, например. Так, можно. Есть много способов, как познакомиться с Григорем Котовским. Но те символы, скажем, барельеф, это символы, которые увеличивают какую-то особу, або засвечивают какую-то историческую подию. Вот те символы, которые увеличивают людей, которые борются против украинской державности, которые бандитским, грабеженским способом установили тут радянскую владу на территории Одессы, они не мают висеть на территории Одессы, ну, скажем так, в таком светле, ну, начаться какие-то особи видятнее, чтобы они сделали что-то вот такое. Но мы видим, что это не делается как-то одномоментно. Очень на долгий срок растягивается весь процесс декоммунизации. И, судя по всему, он еще будет продолжаться в различных своих проявлениях. По-вашему, почему не приступят к этому как-то вот серьезно, быстро, и чтобы к этому не возвращаться? У меня есть несколько думок с этого привода. Первое, это то, что, как мы знаем, Одесская Министическая Рада, она не может отмолваться от коммунистического минулого. Ну, не от этого, звичайно, потому что закон не предпочитает отмолваться от этого минулого, от таких вот постатей, потому что за них щепляется их электорат. Если они будут так массово на виду всех снимать эти таблички, то их электорат, звичайно, задумается и может перейти до другой политической силы. А почему не сразу? Я вам объясню. Вот, закон про декоммунизацию принят, и Украинский институт национальной памяти визначил перелик осіб, которые подпадают под этот закон, в том числе и Григорий Каторский. Этот список был опубликован, если я не помню, в червня, через месяц после вступа закону в силу. Два года назад уже такой список был. В дальнейшем, ну, как вы знаете, про эту историю, может, если вы глядачи не знают, я объясню. Был строк, протягом которого МИСКА Рада и МИСКИЙ ГОЛОВА мали переименувати в улицу и демонтировать памятники. Они этого не сделали. И, в связи с этим, глава Держадміністрации принял распоряжение. Два. Одне, что до переименувания в улице, переименувания в улице. И еще, что до демонтажа памятников. Это распоряжение уже майже рік, как діє. 21 травня будет рік. Но МИСКА Рада его удивительно игнорувала. И, в связи с этим, как было сказано в сюжете, помечник народного депутата Андрея Белецкого, Олексій Машко, я вернулся до суду, чтобы признать факт бездіяльности МИСКИЙ Рад. А суд задовольнив позовні вимоги, наші позовні вимоги, и признать бездіяльность закону. В судовом процессе суддя запитав, какие символи мы вважаем, что на территории УДСА находятся. Надали мы копию распоряжения. Надали список символов. У МИСКИЙ Рады запитали, чи вони демонтировали ці символи. Вона ответила, что не демонтировали. Тобто, ну, были выбраны соответствующие доказы. В суде представитель МИСКИЙ Рады не заперечивав, что не был выполнен закон. Відповедно, ну, как бы, представительство пояснено, что они не выполнены закон, потому что у них был там то новый склад Рады, то еще какие-то проблемы. И уже в связи с тем, что есть судовое решение, есть распоряжение, можливо, через это я пропускаю. Лише МИСКИЙ Рада почала потихоньку выполнити, потому что уже все сделано. Все-таки это будет постепенно, на ваш взгляд, для того, чтобы не нарушать вот этот баланс спокойствия электората, о котором вы сказали. Но мы подготовили второй материал, как это было. Вы практически его проанонсировали. Давайте посмотрим, как все-таки удалось коммунальщикам снять мемориальную доску Григория Котовского сегодня. Пожалуйста. На демонтаж барельефа потребовалось немногим более часа. Рабочие использовали автоген и рассказывали о необходимости декоммунизации. Большинство местных жителей выступили против действий коммунальщиков. Они сели в машину и уехали. Я попытался остановить эту газель, в которой были работники. Мне сказали, что машины на аренде, время истекает. И они очень-очень быстро чухнули вместе с памятником. Они повредили армопоезд. Просто посмотрите, если вы присмотритесь к этому дому, здесь действительно падает везде штукатурка. Вот там вот падают кирпичи. Спустя пять минут после публикации новости о демонтаже порталом Думская.нет, на месте появились местные коммунальщики во главе с директором КП ЖКС Порто-Франковский. Я ничего не знаю, мы вот смотрим, кто-то сорвал. То есть это не представители ЖКС? Нет, сейчас надо подштукатурить. Ситуацию пояснили в пресс-службе мэрии. Табличку срезали коммунальщики, но из другой структуры. Сотрудники ЖКС Порто-Франковский с задачей накануне не справились. Поэтому такое ответственное дело поручили их коллегам. В рамках выполнения закона о декоммунизации сотрудники ЖКС Фонтанский провели демонтаж барельефа. Ранее силами коммунальщиков была демонтирована мемориальная доска Котовскому. Барельеф передадут в музей. Какой именно, будет известно чуть позже. Добавили в пресс-службе мэрии. Алья Замчинская, Евгений Ичменцев, Думская ТВ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, Артем, есть такое ощущение, что наоборот, практически целенаправленно хотели привлечь внимание к этому вопросу, к демонтажу мемориальной доски, именно тем, что ничего не заделали. И после себя последствия демонтажа не скрыли. Ну, не то чтобы не скрыли, а, в общем-то, не привели в надлежащий вид стенку. Ну, вам так не кажется, что можно было спокойнее к этому? Я погоджуюсь с вами, потому что, как мы знаем, то продовж троку, в который мэрия мэрия мала демонтувати згідно закону. Они развернули дискредитационную кампанию, что это наша история, это великие витрати и так далее, и так далее. Были там, вкидались фейки, різные, иншая недостоверная информация. И, я думаю, это просто логичное продовжение. Уже МИСКОРАДУ смусили, там, суд визнав незаконную бездельность и так далее. Уже повернули максимальную увагу в громадськість. И вот МИСКОРАДА намагается уже, ну, знаете, хоть какого-то. Вот, как не съем, то понад кушаю, хотя бы каким-то чином. А для чего? Знову ж таки, электорат. Я думаю, что проросійська направленность нашего мэра, те, что у него в оточенні, и его куруют люди, которые... Поэтому мэрия вот с такой недбалістю относятся, ну, к историческому центру города? Я не думаю, что это можно назвать, треба, недбалість. Я думаю, что это умисел такий на створение такого момента. Тобто, недбалість, если бы они там необережно какого-то сделали, або могли и кращий, и не сделали так, как нужно. Но, как мы бачим, у Морозыця, грубо кажучи, голова ЖКС-у, начальник ЖКС-у, каже, нужно поштукатурить. Ну, я думаю, я и Станислав Шкейберзе мной погодився, не верю вас, что все было так награно, знаете. Тому, мне кажется, это целоспрямована такая деятельность на дискредитацию такого процесса. Мы поговорили об этом, например. Артем, скажите, вот, вы можете себе представить ситуацию, в которой коммунисты, ну, например, мы сейчас живем в то самое любимое вам время, говорят, а давайте мы снесем все памятники, которые были до нас. Давайте там днюка под дымом, мы снесем, потому что что-то нам не нравится. Можете себе представить? Можете такое явить? Почему нет? Знаете, коммунисты, они же, ну, с точки зрения... Ну, они этого не делали, в том-то и дело. Ну, я в основном не согласен. Вони, конечно, что, залишили певные символы, которые использовали в подальшем свои идеологии. Например, я всегда проводил приклад, тут есть Тарас Шевченко, так? Начебто, украинский письменник, ну, не начебто, а украинский действительно видатный письменник, вот, боролся против рабства. Ну, логично, что, возможно, кто-то подумал, что коммунисты мали его прибрати. Они, наоборот, использовали его образ, сейчас использовали для того, чтобы показать, что нужно бороться с империей. И поддерживали, скажем так, таким персонажем, вот, задовольняли украинские потребы, скажем, населенным РСР. Тому, естественно, что коммунисты не снесли все, вообще, памятники, что нагадывали про иншу эпоху, вот, они просто использовали это на свою пользу. То есть мы говорим сейчас о том, что, если что-то они снесли, то, что нам сейчас либо малоизвестно, либо история замолчала и не поднималась в широком обсуждении, тоже может произойти и сейчас. Если что-то не доскажется, то буквально 5, 7, 10 лет, и практически никто уже не вспомнит, ни о Котовском, если о нем не говорить, ни о Ленине, ни о прочих деятелях. Я с вами не погоджусь, чому? Потому что у коммунистов была идеология. Вони завалили информационно, грубо говоря, все спогади про минулые часы, або намагались их показать в негативном освещении. У нас же сьогодні эпоха информационного суспільства, у нас освятние программы, и так далее, они действуют, история выкладывается, все факты, ну, не больше таки видитные персонажи в душках, да, как говорится, в Котовске, они в отображенных подручниках и так далее. Ну, тому я не думаю, что у нас важно применять с коммунизмом. Навпаки, вы же бачите, что процесс очень доволен, у нас все очень толерантно. Но, если, например... Да, вот давайте поговорим о самом процессе, насколько, на ваш взгляд, он идет легко? Ну, в Украине есть, напевно, два населениях пункта, где коммунизация вот так вот зупинилась, и ледь-ледь маленькими кроками идет. Это Одесса, и это до недального часа Полтава. Зараз уже начало там разобралась с этим вопросом. Все-таки у нас тяжело идет. Да, да, по всей Украине уже, в принципе, это вопрос решено. У нас, вот, бачите, суди, необходимо, необходимо объявляться, брюфинги, какие-то там Верховные Ради, необходимо депутатские заявления, чтобы хотя бы там вынесли это вопрос на обговорение. Ну, вот, я думаю, что это будет долго еще. Но, я надеюсь, если бы МИСКОРА началась этот процесс, даже если это происходит так, то это лишь показник обличия МИСКОРА, как она ставится, что она готова заради своих політичных каких-то моментов, облиц, и она готова уродить центр МИСКОРА, не зупиняться ни перед чем. Знаете, вот, мне кажется, что декоммунизация, наряду с языковым вопросом или там с таким вопросом, как тарифы, на ней очень легко манипулировать и подминять факты, и не всегда очень легко, понятно и доступно, объяснить, зачем это нужно. Ну, тут потребна информационная політика державы. В Одессе это было укладено на органи местного сосредоставления в свой час. Они с этим вопросом, звичайно, не впорались, навпаки, начали дискредитировать. Такой, скажем, всеукраинской политики по декоммунизации, разъяснений, но я не бачу. Есть там державное телебачение, там иногда такие сюжеты проскакивают, но всего мало. И мало людей, скажем так, в этот процесс, скажем так, вовлечены. Вовлечены. Вот. Тому, это лишь, я думаю, каждый человек, один-один, каждый скажет, что пояснить, как-то. Только так, знаете, телефон, не испорчен. Вновь еще, в Одессе, предстоит декоммунизировать и памятников, и табличек. И, возможно, вот что приходит в голову с Григорием Котовским. Есть один из самых больших спальных районов города, это поселок Котовского, так называемый. До сих пор его так называют, не знаю точно, задокументировано это или нет, но вот в сердцах и на языках людей это останется точно еще долго. Привыкли к этому. Вот вопрос привычки. Он возможен? Подается декоммунизации? Ну, я думаю, что, знаете, надо ламать звичку какую-то. Треба начинать такие заходы, которые предбачены законодательством, там, замените таблички, так, уже в документах использоваться новые названия. А звичка, ну, она пьет, и будет заменена новой звичкой. Если кому-то хочет назвать это поселок Котовского, ну, он может это сделать. Это не заборонено. Правильно? Ну, я думаю, что, в принципе, вы спросили, еще долго, вот, десь 30 объектов все осталось таких памятных. А можете назвать самыми такими противоречивыми, которые могут вызвать резонанс? У меня, как у юриста, нема противоречивых, но в суспільстве, звичайно, все объекти, связанные с маршалом Жуковым. Есть таблички на Дворянский, есть на військомате, есть на Таїрово, много, там, два, по-моему, бюсти, даже камень ему стоять. Вот такие моменты. Еще, есть камень біля Макдональдска, например, на вокзальной площади, там, где написано, что были разрушены війська Украинской национальной рады, боях за Владу Рад. По нему и 40-го комиссия в 15-м році, по-моему, или в 16-м, приняла решение, что до его демонтажу, а на сессию это питание не выносилось. А все другие объекты, ну, они такие, не настолько значимы, я думаю, чтобы приобретать до них такую увагу. Ну, и вот ваш прогноз, сколько еще времени, когда в Одессе поставят точку в этом вопросе? Ну, сложно, да? Рек, на певно, я не знаю, как минимум, мне здаюсь. Сколько? Рек, один, рек, один. Ну, это немного, на самом деле. Оптимистичный прогноз. Это так, оптимистичный. Спасибо вам большое. Артем Карташов, юрист, говорили о декоммунизации в Одессе. Продолжим буквально через 2 минуты. Новый гость и наша постоянная рубрика «Дождитесь». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА